Если брать статистические данные с января по ноябрь 2016 года, в среднем закрывалось в месяц в регистрационной палате порядка 500-590 человек. Уже в декабре 2016 года на закрытие подали заявление 15 713 человек и в январе еще добавилось 13 444 человека. Связано это прежде всего с тем, что изменения в законодательстве должны были повлечь за собой уплату единого социального взноса прежде всего теми предпринимателями, которые не осуществляли деятельность. Но проанализировав тех частных предпринимателей, которые фактически подали на закрытие, я могу сказать, ущерба бюджету не будет нанесено. В связи с чем, фактически в Харьковской области зарегистрировано было на 1 декабря 2016 года 167 тысяч предпринимателей. И если разложить по предпринимателям, кто ведет деятельность, кто не ведет деятельность и категория тех, кто вообще и не отчитывается, то прежде всего в эту цифру, подавших на ликвидацию, подали прежде всего так называемые спящие предприниматели, то есть которые были или без деятельности, или ни для кого не секрет, у нас есть такие частные предприниматели, которые и не доходят даже сдавать отчеты. То есть вот эти изменения в законодательстве прежде всего нам сделали поток людей из категории спящих. Поэтому сказать о том, что бюджет потеряет, нет. Более того, мы проанализировали поступление от подоходного налога и единого социального взноса. Если взять январь 2016 и январь 2017, то поступления увеличились просто порядка 138% по разным налогам, по разному. То есть мы не то, что не потеряли, но еще и больше увеличили поступление в бюджет, несмотря на то, что там было изменение ставки ЕСВ еще в декабре 2015, которые там деньги доходили в январе 2016. Но, конечно, все это спровоцировало очереди прежде всего в регистрационной палате, да, это не наша компетенция, и в наших ЦОПах обслуживания плательщика налогов. Предприниматели, которые подали на закрытие, пришли в ЦОПы с подачей заявления на ликвидацию, с проверкой. То есть поток проверок, который мы должны сейчас провести, конечно, увеличился. Мы, прежде всего, хотим сказать, что мы не намерены всем доначислять что-то, штрафовать за что-то, то есть нет у нас такой цели. Прежде всего, мы отберем из тех, кто уже ликвидировался, тех частных предпринимателей, ну, скажем так, спящих, порядочных, которые, прежде всего, и отчитывались три года, не вели деятельность, у которых закрыты расчетные счета, у которых нету никаких задолженностей перед бюджетом, тех предпринимателей мы закроем по упрощенной процедуре, мы даже людей не будем дергать и вызывать, нести документы или что-либо требовать. Да, те предприниматели, у которых есть задолженность перед бюджетом или не подавали отчетность, конечно, это все повлечет наложение штрафных санкций, ну, ни для кого не секрет, и за несвоевременную оплату податков и сборов, и за неподачу отчетности. Это, как бы, вот первый момент, на котором мы хотим остановиться. Хочу еще сказать, что частный предприниматель, физическое лицо предпринимателя, после даты регистрации прекращения своей деятельности в палате, он уже не является частным предпринимателем, вот в понимании физического лица предпринимателя, как мы с вами понимаем. Он остается гражданином, плательщиком налогов. И много очень, я знаю, споров и разговоров среди, ну, обычно тех, кто не вел деятельность, что нужно бежать срочно в налоговую, я уже не предпринимателя, мне там что-то начислят. Нет, вот с дня подачи заявления на прекращение предпринимательской деятельности в палату, у нас тоже статус физического лица предпринимателя заканчивается у человека. Единственное, что да, изменения в законодательстве таковы, что в течение 30 дней человек должен подать декларацию о доходах за ликвидационный период. То есть, если сейчас придет человек в феврале подавать заявление на прекращение, соответственно, с 1 января, за период с 1 января 2017 года, по дату, к которой он обратился в регистрационную службу, он должен будет подать отчетность. Продолжение следует...